Да, ёрш, твою мить, да! Здравствуй, 57-я дега, которая не хотела никак включать трекинг после того, как я поменял конденсатор в этой железной баночке. Как говорится, что бы вы думали, почему она перестала работать? Нет, там больше ничего не отлюбнуло. И механика тут была ни при чём, и головки я не снился, и кондёр я поставил правильно. Просто оказалось, что когда я ставил кондёры и прозванивал соответствующие под ними дорожки, они были целы. А вот когда я их таки поменял и собрал обратно, то несколько виасов, то есть переходных отверстий, в плате таки сгнило. Конкретно одно было в цепи, сейчас я может быть даже найду какой-нибудь скриншот. Одно было вот здесь. Вот этот конденсатор между каскадами. Предыдущий каскад усиления выходит вот сюда, через конденсатор, короче, маленький. И в высокочастотной части уходит дальше усилитель последний, конечный, который уже выдает наружу. И вот здесь вот был виас. И я их прозванивал до этого, типа было норм. Но оно успело догнить сопротивление там какое-то плавающее, сколько-то там, десятка сотен ом. И это привело к тому, что сигнал на выходе усилителя оказался очень слабым. Я, наконец, внимательно посмотрел на осциллограмму и понял, что у меня нету зон с разным уровнем сигнала. И у меня все одинаковые. Хотя должны быть там низкие и высокие зоны. И оказалось, что вот сигнал вот здесь, вот этот вот ГЦА, это гейн, короче, регулировка усиления этого УВЧ. Она была постоянно, когда должен был быть меандр. Я таки обратил на это внимание, точнее, как я сразу понял, что это что-то не то. Но почему не то? Я уже успел перекопать здесь работу серого процессора, его связку с основным там кодером-декодером. Уже мозг себе весь выломал по этому поводу. Оказалось-то все просто. Оно было просто в максимальном пределе. Пыталось еще вытащить сигнал. А не могло, потому что обрыв виаса межкаскадный. И снова я вскрыл коробочку эту гребаную. Нашел три подгнивающих виаса, один из которых был вот тот самый. Пропаял их кусочками проводов и... Тишина, потому что начало кассеты. Попробуем промотать. О! Попробуем промотать. Вот все эти зоны которых не было, а теперь они есть. И теперь она поет чисто, потому что я уже успел подстроить здесь стоечки по референсной кассете, записанные на отстроенном аппарате. Собственно эта кассета как раз и была настроена, точнее записана на референсном аппарате. И никаких хрип-хрип-хряп-хряп-перди-перди. Все чистенько. Поиск начала трека. Start ID. Start ID пошел трек. Все теперь работает. Абсолютно время читается нормально. И номер трека читается, и метки читается, и музыка читается. В общем это вин. Чуть-чуть-чуть и можно будет считать, что она полностью готова выпускать по ней видос. Поехали. 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 Продолжение следует...